Недавно один человек рыдал, и он говорит, что он хочет, чтобы все прекратилось в его жизни, он в падении отсутствует, и он падает и падает, и он говорит, я устал, я уже не могу, я хочу избавиться, я хочу, чтобы стать по-настоящему верующим человеком, я не хочу больше жить в веке, я не хочу больше, мне больше ничего не имеет значения, я там что-то, все. Потому что его падение было в том, что у него девятилетний сын утонул в канале, его развалилась семья, он ушел от Бога, и пошло, и поехало, потому что у него возникла большая претензия к Богу, как следа пустил. Но сейчас он рыдал, он плакал, и я спрашивал уже, я не знал себя, я спрашивал, что как, как он оказался в этом состоянии, и он плакал, он говорит, я больше так не могу жить, я устал, я постоянно, я падаю и падаю, я постоянно пытаюсь подняться, но быть верующим, мне не получается быть верующим. Есть причина, почему человек вроде хочет быть верующим, мне получается, я помолился за него, но я услышал эту фразу, которую я все безчеркнула, и впоследствии я увидел, он так и остался в этом состоянии. Почему гора не сдвинулась? Я виноват? Нет, я всего лишь то, выполнял волю Божию, я молился, как мог, истинно, со всем сердцем, я желал человеку подняться, но проразвучала фразу у него, он говорит, я спросил его, а ваша бывшая жена, что, а вот она, и он проразвучал, я никогда не прощу ей. Если ты в жизни не просил кому-то, бывшему своему, бывшей, бывшему, и не благословил этого человека, а при вспоминании днем у тебя вызывают желание придушить, или проклясть, или высказаться нехорошо, ничего не будет, с этим багажом нельзя войти в царство Бога, нельзя присутствовать, не будет, вы сошлись уже с Богом, вы с Богом по разной стороне, потому что Он нам просил намного больше, да, чтобы быть с нами, ведь мы оскорбили Бога больше, чем у нас люди, поверьте, больше, чем у нас люди, мы Бога оскорбили в своей жизни, у нас грехов, да, если взять нашу историю жизни, сколько там, были блуда, похоти, гордости, навласти, агрессии, презрения, да куча, да, и шляпи, ну, кому-то вечера. Отпусти и пожелать Ему счастья и спасения, если мы не пожелаем Ему, то мы что, не будем иметь этого сами, правильно? Если мы не пожелаем Ему счастья и спасения, а мы ненавидим Его, мы желаем, чтобы увидеть, чтобы Его корчился в мучении за то, что Он с нами поступил, мы будем корчиться в мучении за то, что Вы поступили по отношению к Богу. Мы знаем, да, прости нам грехи наши, как и мы прощаем. И я понял, и я когда узнал, что я помолился, я почувствовал, что благодать Сила, Сила следила, но я почувствовал, что Он не принимает ее. Я удивлялся, я возложил руки на Его голову, я помнился, но я чувствовал, что оно не проникает, знаете, как будто выталкивает тут изнутри. Ну, не было времени, потом я думал еще с ним побеседовать, но дьявол часто так делает, чтобы у тебя не было потом возможности что? Побеседовать. И человек исчез. Ну, дьявол его, ну, сделал так, что его убрал. Я больше не мог всему послужить, потому что я знал, ему надо что сказать? Пока он не просит свою бывшую, когда он, может, очень его оскорбил. Я понимаю, в горе люди могут так оскорбить. Или, не понятно, может, 9-летний сын, когда утонул, люди начинают что-то друг в друга. Кто виноват, правильно? Это очень часто. Кто-то недосмотрел, кто ты. И она была властью. Женщина, когда хочет оскорбить, она так может оскорбить. Говорит, ни один мужик не догадается. Ну, имеет. Но мужики, мы хотим, чтобы он пострадал, чтобы из него, да. И когда-то, я снова вспомнил эту притчу, это, наверное, думаю, что реальная история. Когда Наполеон приговорил к смерти одного солдата за правильную, серьезную. И пришла мать этого солдата просить. И он был в гневе, он говорит, что он получает заслуженное за его дела, он ей отвечает. Он говорит, я пришла просить не заслуженное им, а милости. Тогда Наполеон говорит, он не заслуживает милости. А она ему отвечает, милость не заслуживает ее. Что? Оказывает. Вы знаете, когда я это прочитал, например, это очень коснулось в мое сердце. Я понял, милость это фараг. Это не потому, что человек этого заслуживает. Он может не заслуживать. Но мы милуем, потому что мы что? Оказываем милость. Вот что Бог. Мы не заслужили Божьей прощи. Мы не заслуживаем милости. Бог ее нам что сделал? Оказал просто от щедрости в свое сердце. Если мы приняли от Бога милость, наше сердце должно измениться по отношению к другим людям. Если мы не приняли Божьей милости, мы не будем прощать людей. Если мы приняли Божье обращение, и наше сердце сокрушилось, понимая, сколько Бог нам простил, но если мы не видимся такими уж плохими, а так немножко нехорошими, то мы не найдем милость другим людьми. Но вы знаете, дорогие друзья, я благодарю Бога за одну вещь. В мире я не был по мирским понятиям плохим человеком. Я был хорошим мальчиком. Соседи меня уважали, любили. Школи меня, учителя, любили. У меня не было никаких историй. У меня не было грязных похождений. Не пил, не курил. Все, то есть работал, маме зарплату переносил. Все, я был, ну как бы это. Но знаете, самое ценное? Я понял, что я грешник. И причем не лучше тех ужасных, которые всех проклинают. Самое ценное, я понял, что я гнилой человек, прогнивший в грехе. И мне все равно, как мир. Потому что когда Бог мне показал, вот тогда я дарился, вот тогда я сказал Боже. Я оценил милость Божией. Только тогда, когда я понял, что иготный, прогнивший в грехе человек, конченный, проклятый. И когда я увидел себя на дне ада, вот тогда прощение Иисуса мне стало так цельным, что мне все равно, другие предыдущие. Мне не сложно прощать других предыдущих, нетрудно. Да, бывает больно, бывает неприятный момент, но приходит солнце, да не зайдет, да? Приходит, проходит момент, исправляйся, говорит Боже, я просто не, он не заслуживает. Я ему что, ее оказывал? Почему? Бог мне отказал. Я давно должен был погибнуть за мои грехи. А сколько уже верующим человеком я падал, да? Сколько происходило истории со мной уже верующим. Сколько проявлялось верующим человеком ужасных, которые волосы этого оставали. Прорывался зверь этот плотской. Сколько раз было. И Бог мне все что? Я в гае запрещал. Так что мне держаться? Что я не могу поотказать милости этому человеку, который погибает, простить, дать ему возможность спастись? Потому что я пока его не прощаю, но держу в непрощении в пузах. Я его прощаю. Вот этот Божий взгляд. Смотрите, как меняется взгляд, когда мы вникаем в Писание. Мы начинаем видеть вещи. Я не знаю, кто как меня видел. Это не сравнимо с Божьей. Будет легко прощать. Если ты пережил глубину прощения от Бога. Если ты понял, сколько Бог тебе простил, будет легко. И не будет иметь встречения. Ой, он не поздоровался. Ой, не поздоровался. Он мне сказал. Ой, обидел. Ой, скорбил. Ой, так будет не так. Да неприятный все. Но человек потом, Господи, приходит. И если ты живешь в присутствии Божьей, Бог милует тебя, и ты будешь легко миловать. Обращение на милость. Это ее оказывает. Друзья, потому что для нас серьезно важно сегодня поменять свой взгляд на вещи. Поменять свое отношение. Ведь для этого есть Писание. Для этого есть общение с Богом. И я это надо делать не просто механически. Почитал им это. Я когда открываю Библию, я хочу, чтобы слово оттуда выскочило. Вот раз и что. И повлияло на меня. Я открываю Библию с желанием и целью, чтобы Бог повлиял на меня. Чтобы то, что должно измениться, изменилось. А то, что должно остаться неизменным, твердым, утвердилось. Чтобы не потерять то, чего я достиг в Боге, а приобрести то, чего еще не достиг. Дорогие друзья, когда я становлюсь на молитву, я не становлюсь просто произнести формулу молитвенную, красивую. Я становлюсь на молитву, чтобы Бог повлиял на мою жизнь. Я хочу переживать. Я хочу переживать, чтобы Бог ходит, движется. Я хочу разуметь. Я хочу, чтобы Он просветил реально. У меня реально жажда этих вещей. И только тогда, когда я вот так буду приходить на молитву, я вам вижу, что молитва что? Она что-то делает. Потому что нету ритуала молить. Нету ритуала. В Писании мы видим предписанных каких-то, ну, на всяком месте, во всякое время. А это продиктовано, может быть только жаждой. Мы не сможем так молиться на всякое время, на всяком месте, во всякое время, если у нас что? Нет жажды. Когда вы жаждете, например, человек думает, ну, вот я жажда, я дождусь ужина, и когда ужинать буду жажда. Нет, что я беру, что? Только любую возможность попить. Где-то вода, хоть колодозь. Но он что? Вот это есть молитва. Я не буду ждать особого благоприятного времени. Я найду время помолиться Богу. Когда жажда, я буду молиться. И вот молитва, это молитвенная жажда. А жажда продиктована тем, насколько мне Бог нужен в моей жизни. Насколько мне нужен Господь. Я буду стараться служить Ему, потому что это потребность, это не ритуал. Служение не ритуал, чтение Библии не ритуал, молитва не ритуал. Это должно быть потребность. Это должно быть жажда. Если этого нет, надо что-то с этим делать. Потому что сегодня Бог говорит, есть вещи, которые должны измениться. И Бог говорит, придите ко мне, приобретите, придите. Я насыщу вас, вас зовите ко мне. Если вы хотите действительно изменить, я осознаю, что это надо изменить. Придите. Я помогу, я это сделаю. Шесть вещей, которыми мы сами не справимся. Но Бог говорит, приходите, приходите. Если будут грехи ваши, когда как погрянут, говорит, как полную пилю. Приходите, рассудите. Приходите, только приходите. Нету ритуалов. Есть искреннее, жаждущее сердце. И в заключении хочу сказать, дорогие друзья. Вы знаете, вот место Писания. Еще одно место, которое влияет на наше сердце. Да? Есть еще одно место Писания, которое влияет, которое открывает на что-то. Которое просвещает очень нашего сердца. Это очень важно. Писание говорит так. И если раздам все нищим, и дело отдам на свержение, а любви не имею, то что? Нету никакой пользы. Когда я читал это место сегодня, вдруг я вижу, ну как, вот вдруг сразу, так как вижу картину, как женщина, несущая дверя. И вот представьте, сидит Иисус, ученики, и наблюдает он за сокровищницей, и вот многие кладут, много. И когда ты несешь две монеты, вот там лежат стопки или кошелек, и ты несешь две лепты. Это, ну, кажется, знаете, ну, зазворненько. Вот, ну, стыдно, что ли. Но она несет лошадь, и говорит, она больше всех положила. И вдруг кто-то решает реально. А, ну, ты такой живой, Суперманок, он будет две лепты, бежит, несет такой живой. Как вы думаете, точно ли так, и теперь все, которые носят две лепты, у Бога очень их принимает. Мы вспомнили, что вопрос не буквально в двух лептах. Именно две лепты, а ведь так в религии возникают. Вот так в религии возникают. И люди всю жизнь в нашей теле и думают, что Бог каждый раз просто умиряется, вливается в связи, что не две лепты принесли. Вопрос не в двух лептах. Бог не смотрел ни на лепты, на что. Что это для нее значит? Что для нее собой значило служить Богу? Ей надо преодолеть волосты. Принести дверь мать. Потому что правильно бывает, ну, произвести впечатление. И Иисус не реагировал на такие вещи, да? Но он реагировал, когда она прорвалась. Потому что она преодолела, наплевала на свой стыд, она преодолела свои смущения. Но она принесла, ей очень важно было, чтобы что-то Богу оказать. Поклониться Богу. Чтобы поднять очень грамм, Господи, нужно оторвать их от земли. От людей оторвать глаза. Перестать. Перестать ожигать от людей. И надеяться на плод. И требовать людей. Тому, Господь, сегодня наша вера должна быть свободной, Господь, от этих человеческих связей. Чтобы не было никаких посредственностей. Чтобы было непосредственное отношение с тобой. Поднимаю очи моих грамм. Сегодня, Господь, это можно делать. Потому что сегодня еще есть день в нашей жизни. Сегодня что-то может меняться. Потому что ты, Господь, хочешь менять. Если мы согласимся. Если мы приняем твою точку зрения. Если мы скажем, наконец, ты прав, Господь. Ты отначально, полностью, без оговорок, без редакции. Ты прав. Полностью прав. Без всяких исключений прав. Полностью. Господь, если мы примем твою правду, Боже. И обратим твою очи к себе. К тебе, нашу очи. То что-то будет меняться. А что-то будет в нас утверждаться. Отец Небесный, благослови. Мы нуждаемся в этом. Мы понимаем. Мы нуждаемся в этом сегодня. Царство Небесное с ними берется. Царство Небесное берется. Это каждый день. Каждый день делаем мы выбор. Каждый день делаем выбор знать Бога. Быть с Богом. Ходить с Богом. Жить с Богом. Служить Богу. Не только в отдельно выбранный ритуальный день. А служить Богу каждый день. Каждый день славить Его. Не только в выбранный день ритуально. Когда есть ритуал прославления. А когда ты живешь, ты тогда и славишь. Когда ты дышишь, ты славишь. Как хочешь, ты славишь. Ты размышляешь, ты вникаешь. Ты ищешь воли Божьей. Господь. Вот это нам нужно. Приобрести. Это масса славы. Чтобы когда, если придет какой-то день бедствия, вы могли воззвать. И ты только... Потому что ты избавил от боли и скорби. Господь, потому что ты верил. И когда я воззвал, ты услышал и уворочевал. Помолив во многих, Господь. Ты помог мне, Боже. И по зову моему ответил мне. Тому Господь благослови, 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 Тец мой, во имя Иисуса. Чтобы в каждом сосуде было масло. Чтобы Бог был в каждой жизни. Чтобы Он всегда был близко. Чтобы не надо было искать Его где-то далеко и бегать. Куда делся Бог? Чтобы мы никуда не делись. Потому что ты всегда тот же и всегда на месте. Мы куда-то деваемся. Не Бог девается. Мы деваемся. Мы с тобой, бывает, расходимся во мнениях и в пониманиях. Мы, Господь.